Что такое Центральная Азия? Так вот, этот регион очень важен для России хотя бы по той причине, что если российская внешняя политика пытается утвердиться в мире как знакового игрока, как страну, которая хочет себе вернуть статус куда больше, чем тот, в который нас загнали в 90-е годы, то мы должны искать потенциальных партнёров и союзников в мире. Такими партнёрами объективно могут быть страны азиатского континента, в том числе Китай, Индия и отдельные государства мусульманского мира Среднего Востока, такие как Иран, допустим, и Пакистан. А непосредственной границы Россия с этими государствами, за исключением Китая, не имеет. В этом смысле, если Центральный Азиатский регион будет дрейфовать в сторону какого-то центра силы мирового, не связанного ни с Шанхайской организацией сотрудничества, ни с Россией, то это будет образовывать дополнительные трудности для реализации наших расчётов на партнёрство и сотрудничество с названными странами. То есть будет образовываться некая прокладка между Россией, и это будет неким подобием тому, что мы сейчас имеем как попытки формирования такого санитарного кордона на наших западных границах, когда от Балтики до Чёрного моря и стран Прибалтики, Румынии, Польши, отчасти Молдовы пытаются сформировать вот такой вот барьер, который бы препятствовал по самым разным направлениям, в том числе и экономическим сотрудничествам между Москвой и государствами Европейского Союза. Конечно, это не в интересах России. Когда говорят о Центральной Азии, то очень много внимания уделяют тому, что якобы этот регион потенциально богат природными ресурсами. Это и правда, и неправда. Во-первых, не все государства из пяти названных являются обладателями богатств в недрах. Все они любят об этом заявлять. Тот же Таджикистан постоянно утверждает, что у них чуть ли не вся таблица Менделеева. Но тем не менее, может быть, в недрах и есть эти богатства, но вопрос в современном уровне добычи и в современных затратах на него. И в этом смысле действительно богатыми можно назвать только два государства. Это Казахстан и Туркмению. Их богатство – это углеводороды. В одном случае преимущественно нефть, это Казахстан, в другом случае преимущественно газ Туркменистана. То есть до сих пор это высоколиквидные ресурсы на мировых рынках. А вот отдельные виды металлов и всё прочее, чем богатые там Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – эти вещи достаточно проблематично бывает продать на мировых рынках. Да и добыть тоже на мировых рынках цены, на них подвержены резким колебаниям. И поэтому, если мы будем сравнивать макроэкономические показатели, то они, конечно, более высокие у Казахстана и куда более низкие у таких стран, как Таджикистан и Киргизия. Как можно сказать? Россия заинтересована в том, чтобы по всему периметру её границ, в том числе и в Центральной Азии, конечно, были бы государства, которые не создавали бы проблем в сфере безопасности, в том числе и экономической безопасности. В этом смысле, чем более устойчивы будут народно-хозяйственные комплексы наших соседей, центрально-азиатских, чем больше достаток будет в семьях и киргизов, и таджиков, и узбеков, тем меньше проблем, меньше головной боли будет у Москвы. В том числе и в плане вот такого явления, как миграция. Ведь феномен миграции по-советски связан в основном с тем, что государства Центральной Азии, по крайней мере, некоторые из них, не в состоянии обеспечить достойные рабочие места тому подрастающему поколению, которое каждый год вливается в трудовой возраст, вливается в трудовую жизнь. И эти люди вынуждены искать хлеба насущного, в том числе и в России, создавая определенные проблемы, усиливая тут межнациональные трудности и, честно говоря, образуя негативный фон для наших межгосударственных отношений.